Детский сад В честь векового юбилея участковых уполномоченных во дворце спорта состоялось торжественное собрание. Каждая струна нашего сердца, она с нашими мальчиками. И не только с нашим, с моим сыном, с вашими сыновьями, а с каждым мальчиком, который находится сейчас там в зоне действия с флором. Мама – главное слово, даже если ты стал совсем взрослым. Был очень плотный матч. Жаль, не смогли вырвать победу. Завершился осенний цикл игр, посвященный 111-летию люберецкого футбола. А теперь о всех событиях подробнее. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались о проделанной работе. Подробнее в сюжете. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2300 обращений. Возбуждено 17 уголовных дел и произошло 179 ДТП. На совещании также обсудили подготовку округа к новогодним праздникам. Дорожные и жилищно-коммунальные службы к 1 декабря украсят елками и световыми инсталляциями улицы, торговые центры и парки. В городском поселении Люберца будет размещено в целом силами управляющих компаний управления ЖКХ 65 елок и проведено 35 праздников дворов. Планируем охватить максимальное количество жителей, которые могут участвовать в праздничных мероприятиях. Подвели итоги работы управления транспорта и организации дорожного движения. С января 2023 года руководством транспортных компаний обновлено 197 автобусов различного класса. Всего 736 единиц подвижного состава. Все они готовы к зиме. При подготовке подвижного состава к эксплуатации в зимнее время выполнялись следующие работы. Проведена замена масел, смазок, специальных жидкостей. Проведена проверка состояния и действия сливных кранов системы охлаждения. Устройство для удаления конденсата из пневматической системы тормозов. Проведена очистка от загрязнений и промывка топливных баков. В конце совещания участники ознакомились со спортивными успехами люберчан. Зимние месяцы будут насыщены культурно-массовыми мероприятиями. 1 декабря в парке «Лесная опушка» пройдет первая новогодняя елка. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Предоставители администрации Люберец встретились с председателями уличных комитетов и сельскими старостами поселков. Обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются жители. Подробности расскажем в следующем сюжете. Юрий Федюкин представляет поселок Красково. Посетил собрание, чтобы улучшить территориальные условия. На улице Вокзальной строят новую лестницу для подъема к железнодорожной станции. Но не учли полную проходимость жителей в этом месте. Очень много претензий у людей. Почему? Потому что лестница получается, во-первых, узкая. Идти неудобно. И поэтому вопрос очень актуален. В Красково постоянно увеличивается количество населения. Итог моментальный. Мы сегодня же, буквально через 30 минут, выезжаем на место, смотрим объект, смотрим какие недостатки и будем принимать какие-то решения. Среди наиболее острых вопросов – опиловка и вырубка деревьев, состояние подземных переходов и обработка улиц в гололед. Лариса Варламова, представитель поселка Малаховка, обсуждала вопросы с администрацией по очистке и обработке улиц. Сказали, что возьмут на заметку. Я обещала подойти, показать на плане, где эти улицы конкретно, чтобы взяли себе на заметку службы. И обещали, что все будет сделано. Будем смотреть. Сейчас снег будет выпадать и будем смотреть, как все это будет убираться. На сегодня в Люберцах создано 45 уличкомов. Осуществляет деятельность 13 старост. Они охватывают населенные пункты с численностью более 16 тысяч человек. Участники встречи попросили уделить внимание вопросам водоснабжения, канализации и проблемам жилищно-коммунального сектора. Все вопросы приняты в работу. В Люберцах прошла 29-я конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Партийцы заслушали отчет об итогах работы за 2023 год и обозначили планы на ближайшие 12 месяцев. Люберецкое отделение «Единой России» – одно из крупнейших в Подмосковье. На территории округа функционируют 173 первичных партийных ячейки, насчитывающих более 3,5 тысяч человек. Владимир Ружицкий поблагодарил партийцев за активную работу и выступил с докладом, в котором акцентировал внимание на наиболее важных вопросах в деятельности местного отделения партии. Главная задача прошедшего периода – это мобилизация всех сил и средств нашей партийной организации для проведения выборной кампании 2023 года. Результаты выбора показали, что с этой задачей мы справились успешно. Партия и ее кандидат Андрей Вишваров одержали твердую победу на выбор. Так избиратели региона отдали «Единой России» почти 83,5% голосов. В округе реализуются 24 партийных проекта. В их основе государственные программы, отражающие приоритетные для жителей сферы здравоохранение, образование, благоустройство, безопасность и социальная политика. Работа люберецких единороссов и дальше будет направлена на улучшение качества жизни. Продолжить работу по реализации народной программы «Единой России», обеспечить внести ее состав в наказы избирателей по итогам выборной кампании 2023 года. Продолжить совершенствовать работу местного отделения и активизировать его участие в общественно-сполитических мероприятиях московского на основном отделении партии. Наращивать эффективность реализации курса нашего губернатора и правительства региона для улучшения жителей Подмосковья. Работа фракции «Единой России» в городском округе Люберцы признана удовлетворительной. В ходе работы конференции участники рассмотрели вопрос и об изменении руководящего состава политсовета. Владимир Ружицкий, занимавший должность секретаря местного отделения с 2005 года, сложил с себя полномочия. Сегодня принято некие решения, но за предыдущие годы, за предыдущую работу всем огромное спасибо. Впереди много разнообразных задач, достаточно сложных и непростых. Поэтому я искренне желаю, чтобы все получилось. Поэтому еще раз всем огромное спасибо за работу, за внимание, за понимание. Поэтому я абсолютно убежден, что у нас будет только дальше лучше, краше и интереснее. Путем тайного голосования, большинством голосов, секретарем местного отделения партии «Единой России» избран действующий глава Люберец Владимир Волков. Наша партия всегда была в лидерах, всегда была в тройке лучших партий Московской области. Но жизнь вносит свои коррективы. Секретарем партии избран Владимир Михайлович Волков. Мы вместе, мы одна команда, мы будем двигаться к результату. Я уверена, что у нас все получится. Очень приятно, что мне оказано такое доверие. Конечно же, это в первую очередь ответственность, это серьезная работа, работа с партийцами, работа с населением, работа на результат. Задача, еще раз повторюсь, дотянуться до каждого человека, решить все сложные вопросы. Поэтому чем сплоченнее мы будем, чем более внимательно слышать наших жителей, те посылы, которые нам дают пожелания, и тем результат будет виднее для всех для нас. Также в ходе заседаний избрали делегатов на 28-ю конференцию Московского областного отделения партии. Она пройдет 22 ноября в Подмосковном доме правительства. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Овсяное печенье по советской рецептуре, но с применением современных технологий. Уже 25 лет в Люберцах работает кондитерское предприятие «Полет», которое считается одним из ведущих производителей сдобной продукции на территории Москвы и Подмосковья. Наша съемочная группа увидела, как создают полезное лакомство. Это последний этап упаковки кондитерской продукции. Робот складывает в коробку пачки овсяного печенья, но этому предшествовал большой производственный процесс. Замес и формовка теста, выпечка в трехзонной печи, охлаждение продукта. И перед тем, как попасть к потребителю, каждое изделие проходит тщательную проверку. Начинается все от входного контроля сырья. Контролирует у нас лаборатория, входной контроль осуществляется. Сейчас мы не нуждаемся в зарубежном сырье, обходимся нашим, российским. И наши российские производители шагнули на шаг вперед по качеству сырья. И само предприятие, в свою очередь, тоже шагнуло вперед. Здесь содействована современная техника, которая значительно облегчает производственный процесс. И, по сути, заменяет человеческие руки. В далеком 98-м, когда компания только начинала свой путь, о таком можно было только мечтать. У нас было совсем маленькое производство. И вот за 25 лет мы пришли к роботам. Люди почти не касаются руками нашего продукта. Поэтому продукт безопасен, продукт вкусный. Делаем мы его исключительно на изюме. Ароматики искусственной там нет. Там есть натуральная ароматика винограда изабелла. Кроме овсяного печенья, предприятие производит около 40 наименований кондитерских изделий. Кексы, пряники, слоеный десерт из эфира, а также продукцию без сахара. География продаж – вся Россия, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. И не раз это предприятие попадало и становилось победителем во всех конкурсах тех, которые проводят и Минпромторг, и правительство Московской области. Поэтому мы, конечно, благодарны и руководству, которое много лет назад задумалось и выбрало Люберцы для создания этого предприятия. Конечно же, есть планы по развитию. Мы всегда будем поддерживать производителей и, конечно же, всегда приглашаем наших жителей, особенно молодежь, чтобы посмотрели на то, что расположено рядом с домом. В прошлом году компания построила новый складской комплекс. В результате округ получил 45 новых рабочих мест. На сегодняшний день здесь трудоустроено более 300 человек. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Исполнилось 100 лет со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. По случаю векового юбилея во дворце спорта «Триумф» провели торжественное собрание, на котором чествовали участковых со всей Московской области. Там работали мои коллеги. Их называют самыми народными полицейскими. С профессиональным праздником подмосковных участковых поздравил начальник Главного управления МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков. Сегодня здесь присутствует практически весь личный состав службы участковых уполномоченных и их руководителей. Я лично выражаю благодарность за то, что вы делаете, за тот нелегкий труд, который на сегодняшний день на ваших плечах. Благодарю вас за службу, спасибо за то, что вы есть, а мы всегда рядом. Участковые вносят значительный вклад в укрепление общественного порядка и борьбу с преступностью. Днём и ночью они несут службу, решая проблемы населения. От того, насколько хорошо участковый знает жителей веренной ему территории, во многом зависит успех его работы. В своей повседневной деятельности мы общаемся с населением в плотном контакте, со старшими по домам, с управляющими компаниями. Мы знаем весь свой контингент и это нам позволяет в кратчайшие сроки пресекать правонарушения и преступления. Мы открыты для всех, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда готовы прийти на помощь. Среди гостей праздника – ветераны. Они передают свой опыт молодёжи, обеспечивая преемственность поколений. Полковник полиции в отставке Ольга Шишкина почти четверть века прослужила в органах внутренних дел. Последние 10 лет руководила участковой службой в Коломне. Служба участковая – это служба номер один. Я всегда говорила об этом, буду говорить. И стою именно на этом. Почему? Потому что действительно по работе участковым оценивается работа полиции. То есть это тот человек, который первый приходит на помощь. На территории обслуживания Межмуниципального управления МВД России Люберецкая – 137 участковых. Протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается, готов каждый. Отличившихся народных полицейских отметили наградами. Знак «За доблесть и мужество» вручен старшему участковому уполномоченному Ухтомского отдела полиции Николаю Жидецкому. Восемь лет работаю участковым. В три года старшему участковому уполномоченному. Работа хорошая, ничуть не жалею. Получил награду сегодня от губернатора Московской области. Очень рад, очень счастлив. Работаем дальше, трудимся. Завершилось торжественное мероприятие концертом с участием артистов российской эстрады и сотрудников органах внутренних дел. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Открылся новый корпус дошкольного учреждения под названием «Кораблик». Это завершающий план этого года – детский сад. Он находится на Сиреневом бульваре. На открытие побывал наш корреспондент. Садик на Сиреневом бульваре рассчитан на 350 детей. Это 14 групп. Дошкольное учреждение «Кораблик» соответствует всем современным требованиям. Здесь предусмотрены просторные музыкальные и спортивные залы, спальни и комнаты для занятий, отдельные кабинеты для логопеда и психолога. Огромное спасибо строителям, кто вовремя сдал этот логопед всем подрядчикам, конечно же, педагогам, которые помогали, в конце уже отмывали, все готовили, обживали, по коллективу приводят все усилия, чтобы наши дети расты, получали образование качественное, и дальше переходили к соседней школе. Территория оснащена новой охранной системой, оборудована камерами слежения и сигнализацией. Удобным и функциональным получилось уличное пространство. Оно поделено на разные зоны с индивидуальными прогулочными площадками для каждой группы. Наконец-то открывается еще один корпус нашего дошкольного учреждения, чего очень долго ждали очень много семей нашего микрорайона. Каждая группа имеет отдельную прогулочную площадку, оборудованную прекрасно малыми архитектурными формами. Детям очень понравится, будет интересно проводить время на улице. Очень красивый сад, новый, все чистое, классные площадки. Мы просто уже много времени ходим, наблюдаем, смотрим, заглядываем, и с нетерпением ждем, когда все это откроется, и мы сможем уже наконец-то посещать. В день открытия дошкольного учреждения родителям провели экскурсию по новому корпусу. Штат воспитателей уже укомплектован. На свою палубу кораблик пригласит детей уже в начале декабря. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Юлия Герасимова 9 лет прикована к инвалидному креслу. Живет на втором этаже. Она обратилась за помощью в установке пандусов в администрацию городского округа Люберцы. На ее просьбу быстро пришел ответ. Подробности расскажем в следующем сюжете. Юлия Герасимова преподавала в гимназии номер 56 больше 20 лет. Вела уроки физкультуры. Но 9 лет назад произошел несчастный случай. Упав с лестницы, Юлия повредила позвоночник и передвигается на инвалидном кресле. Я 9 лет. Сижу как принцесса в замке. Я выбираюсь только по самым необходимым вещам. Юлия живет в двухэтажном доме, где не предусмотрены лифты. У деревянной лестницы крутой наклон. Чтобы спуститься за помощью, приходилось обращаться не только к семье, но и к соседям. Наталья Кичева, волонтер и тренер по физической подготовке, познакомилась с Юлией на индивидуальных занятиях. И когда я к ней приехала, так вот мы познакомились, и я увидела, что Юля проживает в доме на втором этаже, в котором нет доступной среды. К сожалению, являясь инвалидом уже 9 лет, она не имеет возможности спускаться не то что самостоятельно, даже только один муж, он не может справиться, потому что достаточно тяжелые и резкие спуски по лестнице. Поэтому приходится дополнительно обращаться, всегда искать помощь. Юля и Наталья обратились за помощью по установке пандусов в доме в администрацию Люберец в начале октября. И уже через несколько дней приехали для замеров и планировки конструкции. Нам сказали, что да, мы сможем вам помочь в установке пандуса, чтобы я могла спокойно выходить на улицу. Да, пандус еще нужно будет доработать, его обязательно доработаем. Но большая работа проделана в плане того, что теперь мне не нужно собирать много народа, для того, чтобы я смогла спуститься со второго этажа на первый. Мы обратились к управляющей компании. Управляющая компания очень быстро отреагировала, установила пандусы до второго этажа. И сейчас уже, конечно же, можно спуститься, выйти на улицу, прогуляться, либо доехать до того учреждения, которое необходимо посетить. Пандус уже установлен. Осталась доработка поручней. Совсем скоро Юлия Герасимова беспрепятственно сможет выходить на улицу. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В ноябре отмечают День малышей, которые родились раньше срока. Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства пригласили в гости своих маленьких пациентов. О детях, которые спешат начать жить, и о людях, которые помогают им, расскажет наша съемочная группа. Светлана Морева была на 30-й неделе беременности, когда ее сын появился на свет. Рожала здесь. И здесь же врачи боролись за жизнь ее ребенка круглосуточно. Сейчас Богдану Мореву уже 4 года. Вся семья не первый раз приходит навестить своего врача и поделиться успехами. Состояние ребенка оказалось, сыном моего, очень сложное, что мы даже не могли в соседнее здание реанимации приехать. Все это время за его жизнь боролись каждый день. Наталья Валерьевна, очень ей большое спасибо. Сейчас Богдану, моему сыну, ему 4 года. Он говорит, ходит спокойно в садик. Собираемся, уже готовимся к школе потихоньку. Общительный, дружелюбный, очень активный парень. Устраивать праздник матерям и их малышам, которые появились на свет раньше срока, уже традиция. Врачи организовали для своих бывших пациентов развлекательную программу. Процент преждевременных родов с каждым годом растет. И несмотря на медицину, которая идет вперед, важным у врачей является моральная поддержка родителей. Работа на самом деле очень тяжелая. Очень большая работа с родителями проводится, не только с детьми. Потому что родители, как правило, к этому не готовы. Роды преждевременные, это, как правило, для всех стресс большой. Мамы не знают, куда бежать, куда бросаться, что делать. В этот же день в роддоме организовали акцию под названием «Я свяжу тебе жизнь». В проекте участвуют женщины, которые безвозмездно и собственноручно вяжут маленькие вещи для рано рожденных детей. Первые плеты, шерстяной ткани, носочки, шапочки, жилетки и игрушки. Все это передают мамам в роддом. Уже подсчитано, что примерно около двух миллионов обыкновенных женщин, рукодельниц, которые нашли свое хобби вязать, вот в такое перевели доброе благотворительное русло. И вот такие крохотные изделия. Первый маленький гардеробчик для малыша, поспешившего появиться на свет, сегодня очень многие понесут в свои родильные дома. После торжественной части подарки отправились к малышам. Такие сувениры детям передают ежегодно. Они создают не только уютную атмосферу в детских инкубаторах, но и помогают быстрее поправиться. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В детское урологическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства поступило новое оборудование. Оно предназначено для оперирования детей с мочекаменной болезнью. О его возможностях расскажет наш корреспондент. За последние пять лет мочекаменная болезнь помолодела. Если раньше симптомы проявлялись только у взрослого, то теперь ее можно обнаружить даже у новорожденного. Новое оборудование под названием липотрипта позволяет безопасно и быстро оперировать даже самых маленьких пациентов. В Московской области не было такого отделения и не было такого оборудования и такой услуги, где бы при мочекаменной болезни детям удаляли камни. Происходило дробление камней. И, как правило, скорая прямиком такого ребенка из дому увозила в Москву. И мы поставили задачу перед собой, это было два года назад, о том, чтобы создать на базе нашего урологического отделения вот такую медицинскую услугу. Этот небольшой с виду аппарат позволяет малоинвазивным способом через естественные мочевые пути проводить операции по удалению камней. Такое хирургическое вмешательство не оставляет шрамов. Оно подходит для детей в возрасте от 0 до 18 лет и делается под наркозом. Пациенты восстанавливаются и выписываются домой на вторые и третьи сутки. Мочекаменная болезнь у детей в настоящий момент очень серьезная проблема. Когда-то, еще лет 10-15 назад, такие пациенты с мочекаменной болезнью поступали до 10 пациентов за год. В течение последних 5-6 лет у нас практически ежедневно поступают дети с почечной коликой, обусловленной конкрементом, то есть камнем мочеводящих путей. Симптомы мочекаменной болезни выражаются в острой колющей боли в области поясницы. В детской больнице Центра охраны материнства и детства – единственное урологическое отделение в Московской области, где делают такие операции. Их провели уже 10. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В инженерно-технологическом лицее подвели итоги областного смотра конкурса творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. В финале приняли участие команды-победители зональных этапов из 10 городских округов Подмосковья. Подробнее расскажем в сюжете. Муниципальный этап смотра конкурса прошел в октябре. Его участниками стали более 10 тысяч школьников со всего региона. В финал вышли 10 команд, которые теперь соревнуются за победу. У нас более 45 работ было представлено. Все очень красочные, очень интересные. Изучая те же самые правила дорожного движения, про которые мы все время говорим, они уже заранее сохраняют себе жизнь и здоровье. А когда они еще это транслируют для своих сверстников, для юных участников движения, ну это, вы понимаете, такой комбо, это вдвойне уже они приносят пользу себе и другим ребятам. Выступления команд проходили под девизом «Знаю сам, научу другого». В творческой форме ребята рассказывали о правилах дорожного движения и напомнили об основных дорожных знаках, которые обязаны знать и водители, и пешеходы. «Площадка детская у дома, по правилам жилая зона, подскажет знак водителю во дворе будительным». «Мы учим правила дорожного движения и учим наших одноклассников, друзей. Жизнь у нас одна, поэтому нам надо соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу в положенном месте, смотреть по сторонам и не бежать перед машинами». Члены жюри оценивали не только выступления конкурсантов, но и проверили теоретические знания юных инспекторов дорожного движения. По результатам смотра конкурса победу одержала команда «Наследник» из «Электростали». Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Праздник, посвященный самому главному человеку в нашей жизни, в современной России, впервые отметили в Якутии 30 лет назад. А последнюю четверть века его официально празднуют во всей стране. В преддверии Дня матери глава округа Владимир Волков встретился с матерями, чьи сыновья сейчас находятся на защите рубежей Отечества. Материнство на Руси всегда было символом святости. Женщина-мать дарит миру жизнь, озаряет его добротой и теплом своего сердца. Эти женщины воспитали настоящих героев. Их сыновья встали на защиту Родины. «Каждая струна нашего сердца, она с нашими мальчиками. И не только с нашим, с моим сыном, с вашими сыновьями, а с каждым мальчиком, который находится сейчас там в зоне действия СВО. Конечно, самое важное сейчас – это молитва. Молитва о наших мальчишках. И о том, чтобы побыстрее все закончилось. Чтобы наступила победа. Долгожданная, нужная. Та победа, которая нужна всем нам. Мы всегда рядом и всегда готовы оказать всю ту помощь, которая от нас необходима. Поэтому Леберецкие знают, что о них здесь думают. Им всегда будет оказывана любая помощь. И я думаю, что в дальнейшем мы также вместе будем видеться по всем нашим вопросам. Поэтому огромное спасибо вам за ваши труды, за вашу работу, за ваше неравнодушие». Муж и сын Елены Бучацкой сейчас далеко от дома. Любовь, тепло семьи и поддержка им особенно важны. «В октябре 22-го супруг получил повестку. 17 октября мы его попровожали. Сын долго вынашивал эту идею. И в мае принял окончательное решение. Ушел добровольцем, но уже через контракт. И с августа месяца непосредственно находится в зоне». «Я люблю своих мужчин сильно. Горжусь, понятно. Гордость, она всегда, она распирает. Очень жду их возвращения только с победой. Победа однозначно будет за нами, потому что наше дело правое». Эти матери сохраняют веру и силу духа. Они – самый надежный тыл. Каждая из них готова помочь российским бойцам и словом, и делом. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года-2024». Название лучшего в своей профессии претендуют воспитатели и учителя, которые работают в детских садах и школах городского округа. Об открытии ежегодного проекта и его участниках – наш следующий сюжет. В актовом зале лингвистической школы представители педагогической общественности городского округа Люберцы пришли поддержать коллег, которым в ближайшие месяцы предстоит сложная и интересная борьба за звание лучшего педагога. «Начинаем мы этот конкурс в завершении 2023 года, который объявлен президентом Российской Федерации как год педагога и наставника. Это очень важно, что именно вы, дорогие участники 2023-2024 учебного года, изъявили желание и вызвались поучаствовать в таком замечательном профессиональном конкурсе. Всем желаю здоровья, удачи и, конечно же, победит сильнейший. А сильнейший в данном случае, я всегда об этом говорю, кто бы то ни был представитель учреждения конкретного, победит всегда Люберецкое завание». В проекте участвуют 35 педагогов, 14 сотрудников дошкольных учреждений и 21 учитель. Среди конкурсантов Елена Кузнецова. На протяжении 17 лет она преподает английский язык. Последние 6 лет работает в школе номер 54 поселка Октябрьский. «Совсем недавно я была на форуме классных руководителей и познакомилась с коллегами, которые принимали участие в этом конкурсе. И я подумала, а, я бы тоже хотела попробовать свои силы. Да, я знаю, что это очень сложно. Когда мне предложили, мне показалось, что мне оказали большую честь». Каждый участник выступил перед членами жюри и коллегами с небольшой самопрезентацией. Этот этап ознакомительный, за него баллы не выставляют. В конкурсную часть войдут открытые уроки, классные часы и педагогические мастерские. Имена победителей в двух номинациях станут известны в январе 2024 года. В школе номер 26 прошел форум для учителей. На нем объединили опытных наставников и молодых педагогов в возрасте до 35 лет, которые только начинают свой путь. Подробнее о мероприятии расскажут мои коллеги. «Сегодня у вас есть опора, поддержка среди тех, кто работает, среди тех, кто готов с вами поделиться. Я надеюсь, сегодня в течение этого дня как раз это будет достигнуто». Форум нацелен на повышение престижа профессии учителя и на привлечение большего количества специалистов. Для молодых педагогов подготовили лекции и мастер-классы от учителей с большим стажем. Алена Ведерникова в школе работает четвертый год и преподает английский язык. На форумы приходит за новыми знаниями. «На форуме не первый раз, уже на многих форумах участвовала и очень нравятся подобные мероприятия, потому что это хороший повод и можно понабраться опыта. У нас есть программа на год с наставником и на основании этой программы мы уже проводим различные мероприятия, либо мы вместе работаем над каким-то уроком, например. Или если у меня возникает вопрос, то я, естественно, к ней подхожу, и она мне помогает». Форум прежде всего пространства для диалога. Наталья Крупина посвятила учительской деятельности 29 лет. На форуме делилась опытом и методами обучения. «Вообще, конечно, трудно быть наставником, честно признаться, потому что это огромная ответственность, это понимание того, что ты всем, чем ты владеешь, ты должен поделиться с тем молодым педагогом, который пришел только-только буквально с этой студенческой скамьи. Ты же тоже, в общем-то, прошел те же самые, той же самой дорогой, тот же самый путь. Было очень сложно. И хорошо, что на твоем пути были те люди, которые помогли тебе преодолеть эти сложности». Такие форумы для молодых педагогов проходят ежегодно. Каждый раз это возможность подчеркнуть новые знания. В городском округе работает больше 3,5 тысяч учителей. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. В округе стартовала воезная смена для одаренных детей. Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников посещают мастер-классы, лекции и практикумы от преподавателей вузов и лучших учителей округа. Подробнее расскажет Богдан Колесников. 250 люберецких старшеклассников в период осенних каникул продолжают познавать мир знаний. Выездную смену для них провели в 41-й гимназии, которая вошла в 30-ку лучших школ Московской области. Мы абсолютно уверены в том, что как в спорте побеждает тот, кто больше тренируется, побеждает тот, кто больше находит времени для того, чтобы ковать победу, выполняя задания. Я надеюсь, что наши сборы пройдут продуктивно, и мы пройдем еще одну ступенечку в виде сталу почета. Со школьниками проводят занятия с углубленным изучением русского языка, литературы, истории, общества знаний, математики, физики и биологии. Кристина Ефимова учится в 11-м классе и планирует поступить в Сеченовский университет. Я очень люблю биологию, химию. Мне очень интересно эти дисциплины изучать. Особенно анатомия меня привлекает. Мне хотелось бы, чтобы такие встречи были не только сегодня, но и каждые каникулы, каждый год. Не только для меня, потому что я 11-й класс, мне это в следующем году уже не нужно, я уже выпущусь. Но и для тех, кто будет после меня здесь учиться, потому что это очень полезно, познавательно и интересно. По секциям ребята занимаются не только с одним преподавателем, а это целая команда в составе преподавателей вузов и в составе лучших учителей городского округа Люберцы. Высокие результаты и баллы, высокие на Всероссийской олимпиаде школьников дают возможность поступить в ведущие вузы на бюджетное место. Выездную смену для одаренных детей в городском округе Люберцы проводят четвертый год. Занятия проходят в течение пяти дней. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Школьники городского округа приняли участие в работе школы молодежного актива «На взлет». Она организована в этом году в рамках празднования 400-летия Люберец. Трехдневный интенсив прошел на базе 28-й школы. Там работала наша съемочная группа. Интенсивный курс обучения во время школьных каникул. Около 150 учеников старших классов посвятили свободное время участию в школе молодежного актива. В первый день работы форума с ними познакомился председатель общественной палаты городского округа Петр Ульянов и первый заместитель главы администрации Люберец Илья Матавилов. Моё отношение к любому образовательному процессу только положительное. Мы правильно сделали, чтобы встали на этот путь, потому что у вас есть, понятно, ребята молодые, у вас есть общеобразовательная школа. Но посмотреть на многие темы, проблемы, быть общественным полезным, это всегда приятно. Работу школы молодежного актива поделили на три направления – волонтерство, арт-пространство и медиа. Каждый участник выбрал своё и прошёл по нему обучение. В рамках этого интенсива их научат создавать собственные проекты, писать тексты, помогать людям. И это всё в дальнейшем способствует их самореализации, профессиональному росту и более конкурентоспособными быть в среде поступления в вузы, в среде будущей профессии. По итогу трёхдневного курса школьники создадут собственные проекты и презентуют их. Лучшие работы, которые отберут эксперты, получат поддержку и возможность реализации на территории городского округа Люберцы. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В ноябре 2019 года в рамках программы губернатора «Активное долголетие» была сформирована команда по скандинавской ходьбе «Торпедо-люберцы». Уже четыре года люди старшего поколения улучшают своё здоровье с помощью таких полезных прогулок с тренером. Как спортсмены отметили день рождения команды, покажем далее. Без палок никуда. И даже на праздничный концерт в честь дня рождения команды по скандинавской ходьбе долголетие городского округа пришли с незаменимым атрибутом. Но кроме спортивной части праздника, их ждала и культурная. Участники клуба «Активное долголетие» приняли не только музыкальные поздравления, но и слова благодарности за свою активность и истребление заниматься спортом. За эти четыре года наша статистика по активному долголетию в городском округе Люберцы превысила 12 тысяч жителей наших. И это всё благодаря именно вам, потому что вы на виду в Центральном парке, вы в Наташинском парке, вы везде, вы активные, на вас смотрят, на вас равняются. От имени главы хочу всех поздравить, пожелать здоровья и передать привет вашему руководителю, от главы Ирине Викторовне Арсетьевне. Занятия по скандинавской ходьбе в рамках программы «Активное долголетие» стартовали в Люберцах 19 ноября 2019 года. На первую тренировку, которая прошла в Центральном парке, пришли около 20 жителей округа. По мере того, как росла популярность скандинавской ходьбы, количество народа увеличивалось, и спорткомитет Люберец принял решение об организации второй локации на Наташинских прудах. Это произошло в 2022 году летом, в июле. На первую тренировку пришли всего 12 человек. А сегодня, если мы посмотрим в зал, мы увидим, что за моей спиной больше 80 человек. Это объединенная команда, которую мы называем «Активное долголетие» Люберца 2. Стать частью большой и дружной команды могут жители городского округа старше 55 лет. Занятия по скандинавской ходьбе проходят каждый понедельник в Наташинском парке с 12.00 и каждую пятницу в Центральном парке с 10 утра. Луиза и Геазарян, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошли открытые соревнования по художественной гимнастике. Спортивное мастерство продемонстрировали девочки от 4 до 14 лет. Для многих это первый выход на соревновательную площадку. Ольга Чернятина приехала из Раменского. К этому выступлению 7-летняя гимнастка готовилась тщательно, но выполняя ее упражнения с обручем, допустила несколько ошибок. Я очень старалась, растерялась, но я буду стараться, чтобы всегда у меня получалось. Я мечтаю стать знаменитой гимнасткой, такой же, как Лана Крамаренко. Достичь высот в спорте мечтает каждая из них. Покорять вершины помогают ежедневные тренировки и наставления тренера. Перед выходом на арену друг друга поддерживают и сами спортсменки. У меня тут есть друзья, я люблю своего тренера. Я благодарю тренеров, потому что я стала более пластичной, гибкой и растянутой. В индивидуальной программе выступление длилось около полутора минут. За это время гимнасткам предстояло показать не менее шести разнообразных элементов, включая броски, витки, обороты и перекаты. Каждая комбинация, выполненная спортсменкой, оценивалась индивидуально. Одна бригада судей оценивает трудность тела, элементы, которые гимнастка делает. Кривновесие, повороты, прыжки. Другая бригада оценивает трудность предмета. Это, например, с обручем различные броски, перекаты. Третья бригада оценивает артистизм, как гимнастка выступает, как она выражает музыку, как она чушку в музыку, попадает ли она в ритм. И четвертая бригада оценивает технику. Натянуты ли стопы, руки, правильно ли расположен корпус. Соревнования по художественной гимнастике объединили 250 спортсменок из Москвы, Подмосковья и Ярославской области. Их проводят более 15 лет. В городском округе Люберцы – второй раз. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На стадионе «Электрон» завершился турнир, посвященный 111-летию люберецкого футбола. За звание «Лучшая команда» сразились шесть футбольных клубов. Как прошел финальный матч и кто стал победителем, расскажем в нашем следующем сюжете. Турнир проходил с 11 ноября на стадионе «Электрон» в Краскове. Его организовала и провела Федерация футбола городского округа. За главный трофей боролись мужские команды из люберец и соседних муниципальных образований, ранее входивших в состав Люберецкого района. В групповом этапе каждая команда сыграла по три матча. Сегодня было еще три игры. Играли за пято-шеестое место. Краскова выиграла у Люберецких шор за третье-четвертое. Томининский альянс выиграл у Котельников. И вот сейчас проходит финальная игра. Такие турниры, они сближают участников, сближают команды. И мы надеемся, что и болельщики тоже будут сближаться. На трибунах вместе с юными футбольными фанатами за финальной игрой наблюдали люберецкие ветераны спорта, которым вручили сувениры. Многие из них начинали играть в футбол почти 70 лет назад. В 1955-м я уже начал играть и в хоккей с мячом, в Люберцах, и в футбол. Начинали мы с дворовых команд, а потом уже за юношей играл, за торпеда Люберцы. А потом перешел я на звезду с хоккей с мячом. Мы играли на область, на Россию играли. Увидеть красивую игру и поддержать любимую команду мог каждый. В упорном бою лыткаринцы обыграли люберчан со счетом 4-1. Это последний комплект медалей, разыгранный в турнире. Был очень плотный матч. Жаль, не смогли вырвать победу. Обязательно в следующем сезоне мы управим себя и выиграем этот чемпионат. Хороший соперник. Ребята молодые, двигаются, бегут. Было много борьбы, много стыков. Где-то нам чуть больше повезло, поэтому мы победили. Турнир, посвященный 111-летию люберецкого футбола, завершил осенний цикл игр. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе провели первый турнир по мини-футболу между сотрудниками администрации и силовых структур, посвященный 400-летию люберец. За звание чемпионов сразились работники прокуратуры, судебные приставы, полицейские, спасатели, сотрудники ФСБ и МЧС, тружинники и представители люберецкой администрации. За матчами наблюдали мои коллеги. Турнир проходил по упрощенным правилам игры в мини-футбол. На поле по 5 человек от каждой команды, включая вратаря. Продолжительность матча – два тайма по 15 минут. Первыми вышли команда люберецкой администрации и сотрудники прокуратуры. Я с детства играю в футбол, любительски увлекаюсь, играю еще с малых лет. Я очень рад, что предоставилась такая возможность в юбилейный для округа год, чтобы проводятся такие турниры. Это очень здорово, что можно с коллегами провести такой досуг на выходные дни. Огромное спасибо организаторам за предоставленную возможность. Игроки упорно сражались и весь матч шли на равных. Но в конце второго тайма команда люберецкой прокуратуры упустила шанс выиграть. Игра завершилась со счетом 6-3 в пользу администрации округа. У нас была только первая игра, поэтому только начало. Мы набираем ход, поэтому все впереди. Сегодня интересный турнир, первая такая встреча у нас с правоохранителем. Поэтому замечательная возможность встретиться не только в кабинетах, на совещаниях, но и на поле показать свои спортивные возможности. Надеюсь, таких встреч будет как можно больше. Мини-турнир длился два дня. По итогам матча и в борьбе за первое место сразились команда УВД Люберецкая и судебных приставов. Матч окончился со счетом 3-3. Судьей была назначена серия пенальти. В серии пенальти со счетом 2-0 команда УВД вырвала победу соперника. На втором – судебные приставы, на третьем – команда МЧС. Турнир очень понравился. Он был неплохо, я бы сказал, хорошо организован. Все достойно играли, все команды подготовились. Им за это спасибо, спасибо организаторам. Все очень понравилось, все супер. Игроки хотят сделать такие турниры постоянными. Организаторы обсуждают даты следующих игр. В Люберцах отпраздновали День самбо. В России этот вид спорта зародился 85 лет назад. В рамках празднования этого события для самбистов организовали соревнования. С участниками пообщались мои коллеги. Сегодня в борьбу вступают юноши-девушки 2011 и 2012 годов рождения. И на соревнованиях присутствуют не только люберецкие спортсмены, но и гости из Дзержинского, Воскресенска, Долгопрудного, Лыткарина. Главное правило в борьбе – не падать на спину и бороться до конца. Даниил Шавырин принимал участие в старшей категории детских соревнований до 46 килограммов. Занимается самбо больше шести лет. На первой встрече он вышел победителем. Прошло тяжело. Соперник был силен, но я победила в 1-0. Мне помог прием спина с колен. Я беру соперника и становлюсь на колени и перекидываю число. Самбо увлекает и детей, и взрослых многогранностью. Оно включает лучшие практики национальных единоборств со всего мира. Это наилучший способ физического и морально-нравственного развития. Отечественная система самообороны без оружия известна во всем мире благодаря своей эффективности. Я считаю, что вид спорта самый подходящий для мужчины. Он развивает все мужские качества. Это самоотдача. Это желание стать лучше, сильнее, тренироваться больше, не жалеть себя и работать. Третье правило – это любить свое дело, любить самбо, любить борьбу. Семен Симоник, подающий надежды юный спортсмен, за 6 лет в самбо закрепил за собой позицию победителя. Его любимые приемы – захват за ноги, передняя подножка и подсечка. Перед соревнованиями Семен участвовал в онлайн-конкурсе, где самбисты придумывали имя талисману этого вида спорта. Теперь белого медведя зовут Самбишка Подсечкин. Мне подсказал папа, сказал придумать что-то, связанное с приемом каким-нибудь. Вот и мне пришла на голову – подсечка, то есть как подсечкин. И вот так вот появилась эта фамилия или имя. В городском округе Люберцы боевыми искусствами занимаются около тысячи самбистов. Ежегодно проводится больше 50 спортивных мероприятий. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова